Кто привлекается материальными вещами? Село или душа? А может быть, ум? Кто же все-таки привлекается? Ну, знаете, это сочетание. Конечно, в самом основании находится душа. Душа, которая хочет наслаждаться. Обычно душа хочет наслаждаться в связи с типом тела, которое у нее есть. Если человеческое тело, то она хочет наслаждаться человеческими методами, которые очень сильно отличаются от того, как душа может наслаждаться, в телах животных. Конечно, принципиально очень похожие наслаждения, но они все-таки отличаются. Например, животным не нужны красивые дома, им не нужна хорошая одежда. И у них нет никакой культуры. Есть, спать, защищаться. Это то, что есть и у животных, и у людей. Но это душа, которая хочет наслаждаться независимо от Кришны. И это выражается обычно через определенный тип тела, мужской, женский тип тела, разные аспекты обусловленной жизни живого существа, которые проявляются таким образом. И в конце концов, тело и ум они проявляют фундаментальные материальные желания, которые исходят от души. Очень интересно, что в песне Нарата Мадаса Такура когда я получу милость Господа Нитянанды в этой песне поется. И он отвечает на этот вопрос. Я узнаю, что получил эту милость, когда я увижу, что моя самсара-васана и практически исчезла, стала незначительной. Материальные желания, но они фундаментальные материальные желания. Например, тенденция идентифицировать себя со своим телом. Она существует во всех видах жизни. Это и есть самсара-васана. Фундаментальные материальные желания. Во время как, например, в человеческих видах жизни, мужчина привлекается женщиной, это желание, которое присутствует. Вот эта тенденция привлекаться противоположным полом, это самсара-васана. Это фундаментальная 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 противоположность. Тенденция к тому, чтобы привлекаться тем, чтобы наслаждаться материальными вещами, она исходит от души. Наслаждаться независимо от Кришны. Но какими методами наслаждаться независимо, это может зависеть от того типа тела, которое душа получает от той ситуации, в которой она находится. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова А.Кулакова